Есть вот в Челне одна женщина, она честно признается, что когда ее просят о чем-то, там узнать судьбу, там прослое будущее, ее как бы вырубают, не она говорит, не она дает ответ, она может не помнить, что она говорит. Там есть то, что называют церковь подселенцев, ну, эзотерики подселенцев, она церковь нечистым духом, да, и вот этот вот нечистый дух, он чего-то там изрекает, люди туда боятся ходить, потому что человек не управляет ничем, а дух есть дух, да, вот это какое-то тонкое тело, явно враждебное людьем, некоторое заболевает, пошел судьбу узнать, через месяц в ящик сыграл, неуправляемый совершенно, вот та чего-то может, а остальные в основном гадают, гадают на картах, та родная, простых гадальных русских картах, на многих, но гадание есть гадание, это попытка угадать, как ляжет шейби, если касается по-серьезному, то опять идет обращение к духам, я вот про Рябинов рассказывал, что они работают по другой системе, не так, как у знахари, у знахари только слова, у колдуна обращение к силам ада, а у этих обращение к элементарям, к дямым, к воровым, там, прочим, и если по-серьезному, то надо заплатить, гадалки обычно имеют еще каких-то вот этих людей, которые связаны с элементарным, ну, типа ведома, и тогда уже надо заплатить деньги совершенно не те, которые гадалка просит, другому человеку, который возьмет на себя грех связаться с нечистым духом и попытаться предсказать судьбу. То есть нормальная гадалка, нормальная гадалка только гадает, она не говорит, что будет только так, а не иначе. Вот что ей показали карты, то ей показали. Другое дело, что если чем-то очень долго заниматься, то же самое гадание по картам, то оно будет получаться, оно будет получаться все лучше, лучше, все точнее и точнее, но 100% никогда не достичь. Я вот разговаривал с ней, которые мне говорят, ну вот если человек умер, да, карты показывают, что он умер, да, то есть там статистически даже получишь. Может один раз не получится, а пять раз получится, то скорее всего у человека живого и нет. Для некоторых гадание в карты – это способ пойти в особо измененное состояние сознания, но опять же Ванга, Ванги здесь не найти в Петрозаводске. Я знаю несколько адресов, телефонов, где можно обратиться к ним, но они не прорицательницы. У Ванги, говорят, был очень мощный дух, причем из, видимо, из сонно-светлых духов, а им лучше известно будущее. Будущее как бы содержится в прошлом, даже на материале элементарных частиц, элементарные частицы в себе несут будущее. Когда физики занимаются, можно понять, что будет с этой частицей в будущем. Ее еще не разгоняли, не долбали там с разгона, а преградовало. Есть вот этот способ, когда… Нет, нет, нет. Занятый. Занятый. Есть способ, сейчас, может, видел Максим, наш русский соотечественник изобрел, он фотографирует фотографию. Потом как-то обрабатывать ее на компьютере. И когда он Нью-Йорк фотографировал, несколько лет назад, в 99-м, по-моему, он принес фотографию Нью-Йорка, говорят, ну, что ты нам принес? Это же Нью-Йорк. Ничего особенного, только почему-то башен, близнецов нет. Да? Там самая главная, самая большая сложность, вот я из интервью этого специалиста носковского понял, что рассчитать, какое же это все-то было, будущее. От момента фотографии, сложные очень графики, математические расчеты, потому что когда он в Москву сфотографировал там какие-то ажурные сооружения такие, ну, совершенно фантастический вид, он ошибся на 20 тысяч лет. Хотел 2014 год получить, а получил 20 тысяч, 22 тысячи 14-й. Ну, он разобрался в этом. То есть, в нашей Вселенной, в которой мы живем, прошлое и будущее связаны. Мне кажется, прошлое тоже немножко варьирует, но некоторых варьирует. Сильно измениться не можем, но прошлое тоже в нашей Вселенной. Наверное, варьирует. Продолжение следует...